На Кавказе, если вы оскорбите семью или маму кавказца, в той же самой Чечне, вас, скорее всего, расстреляют и убьют. И в этом плане, несмотря на все не цивилизовывание, в Европе даже такого и не происходит. Потому что, если ты посмотришь на женщину, как это не так, тебя тоже могут посадить в Америке в той же самой, потому что ты домогаешься. И получается, что права каждых групп лиц в том или ином этносе, они так или иначе защищаются. На Кавказе просто убивают, в Америке сажают. И там есть определенный механизм, который защищает определенный пласт людей от того, чтобы их не ущемляли. И в нашей стране, я думаю, что, если говорить о том, что сделали с Пуссерайт, это большой-большой вопрос. Но в том, что девчонки были неправы, оскорбляя чувства верующих. Но вот, понимаете, если я приду к вам в дом, разденусь и буду трясти перед собой своим достоинством, как вы относитесь ко мне? Наверное, вы меня выгнете из дома и будете ко мне относиться негативно. А в Америке бы меня посадили за это. Поэтому, мне кажется, что человек может делать все, что угодно. И главное, чтобы этот закон не запрещал мне высказывать мою собственную оценку и отношение к религии, к чему угодно, всему остальному миру. Но главное, чтобы это не выходило за рамки моей личной оценки. И вот, что мне не нравится в этом законе, что если я сейчас запишу выступление на YouTube, скажу, что я воинствующий атеист, и то, что я даже скажу все исторические факты, говорящие, расскажу о всех исторических фактах, как там господин Невзоров делает это на том же самом YouTube, раскрывая многие вещи о нашей православной церкви, то есть вариант, что у меня там посадят, закроют или ко мне применят какие-то такие инструменты. Вот это неправильно. И в любом законе есть нюанс. Но то, что если я приду в храм, где люди тоже имеют право верить в Бога и ставя свечку надеяться, что их сыночек выздоровеет, они верят, это их право, и я тем, что захожу и нарушаю, и, грубо говоря, плюю им в лицо на то, во что они верят, это, конечно, должно быть наказано. Поэтому надо просто посмотреть на практику и, учитывая, что сделали с Pussy Riot, это, с одной стороны, возможно, слишком жестоко, потому что все-таки это же наши сограждане. Вы же про Pussy Riot еще скажете, будет вопрос один.